О том, что в доме инвалидов-колясочников объявлена акция «Единая неравнодушие» Людмила Сахарова узнала из объявления. Женщина живет недалеко, поэтому доставить коляску в пункт проката решила самостоятельно. У меня муж инвалид-колясочник, но сейчас ему не сидячую коляску мы другую получили. А вот это, чем она будет лежать тебе сделала, кому-то пригодится. Мы ее дарим в пункт проката. Чтобы получить любое техническое средство, нуждающиеся граждане заполняют договор. Даренная коляска по параметрам подошла Евгении Куприяновой. Поэтому девушка тут же оформила ее в прокат. Я ждала довольно-таки не очень долго, потому что у меня своя коляска, но она сломалась. И узнала просто, что здесь есть пункт проката. И вот обратилась за помощью. Сюда как бы вот мне откликнулись, позвонили и сказали, что можно прийти за коляской. Костыли, трости, инвалидные коляски, ходунки. Стоят такие средства реабилитации дорого – несколько тысяч рублей. Теперь же, благодаря подаркам неравнодушных граждан, любой нуждающийся может взять их на прокат за вполне приемлемую цену. С 2009 года фонд обменный, он изнашивается, у нас костыли имеет свойство ломаться. Поэтому вот в рамках этого, для пополнения фонда, мы объявили эту акцию. Акция «Единое неравнодушие» является бессрочной, поэтому пожертвовать какое-либо техническое средство реабилитации можно в любой момент. Батар Ломбаев, Мария Токмакова, Виктор Еланцев. Новости дня.